В Минске выбирают лучший документальный телефильм на постсоветском пространстве. В столице Белоруссии идет фестиваль ТЭФИ Содружества. На него собрались авторы из 12 стран, от Литвы до Таджикистана. С участниками познакомился наш корреспондент Алексей Кручинин. 20 фильмов исторические, биографические, социальные и философские. Каждый переведен на русский язык. Армяне рассказывают о своем знаменитом земляке Эдмонде Киосаяне, дерзком, талантливом и неунывающем, как его неуловимые мстители. Для фильма «Адоната Сибанионисе» литовцы нашли уникальные кадры с репетиции спектакля. Украинский канал «Интер» сделал почти часовую ленту о том, как сейчас живут священники Афона. Интервью с монахами, один из которых оказывается бывшим барабанщиком группы «Моральный кодекс». Корни православного монашества, равно как и нашей православной цивилизации, в которой мы все живем, она очень широкая, чтобы там кто ни говорил. Они являются едиными. И разделение по различным принципам людей, то, что и сейчас пропагандируется зачастую, это бессмысленно. Эти все попытки и потуги перечеркивают история, которая общая. Фильм тележурналистов из белорусского Могилева тоже о людях, которых вдохновляет Бог, и их бескорыстной мотивации. Короткая и трогательная история. В деревне Славное больше никто не живет, но осталась церковь, памятник зодчества. За ней ухаживают двое пенсионеров из соседнего села. Новый фильм Валдиса Пельша «Полярное братство». О том, как осенью 41-го британские летчики помогали нашим защищать небо над Мурманском. Качественная компьютерная графика, мультипликация, комиксы, а главное, рассказы участников тех событий. До наших дней дожили только два британских летчика. Они прекрасно помнят, как сражались против фашистов плечом к плечу с советскими пилотами, какие клички давал всем главный балагур полка, каким был ас Борис Сафонов, первый дважды Герой Советского Союза, и как, например, англичане ходили в русскую баню. За баней присматривала дама. И у нее был... Вы знаете, что такое березовый веник? Вот у нее был веник. И такое ей доставляло удовольствие охаживать этим веником 20-летних мальчишек. Вот так, раз, раз, а мы вопили. Коллеги спрашивают, как развлечь зрителя? Что сделать, чтобы документальная лента была так же успешна, как игровое кино? Это история людей, как мне кажется. И история людей понятна другим людям. Когда ты начинаешь говорить с человеком, рассказывать ему что-то, и он как-то не поворачивается с вопросом, что? Да про что? До сих пор, можно сказать, солировали участники экспертного совета. А сейчас высказаться сможет каждый. Начинается дискуссия под названием «Документальное кино. Зеркало времени». О каком времени идет речь? Настоящем, прошлом или будущем? Спор наверняка будет интересным. Послушаем. Сошлись во мнении. В общем, не так важно, куда направлено зеркало документалиста. Главное, чтобы зритель увидел в нем себя. Алексей Кручинин, Сергей Панасюк, Первый канал, Минск.